Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о самолюбии, эгоцентризме, эгоизме на этой неделе. Ну что ж, мы уже говорили несколько дней об этом. Сегодня я бы хотел говорить о том, как победить эгоизм. Слушайте, если вы хотите победить эгоизм на самом деле, обратите внимание, когда... Мы вчера говорили о том, что дайте другим говорить, заинтересуйтесь в других судьбах, задавайте вопросы от других, но спрашивайте, как у других дела. Но сегодня следующий шаг, следующий пункт, что нужно делать, чтобы победить эгоизм в себе и самолюбие, это когда человек уже другой собеседник, уже рассказывает о себе, постарайтесь не ставить свои реплики. Вы знаете, как люди делают, они ставят свои, ну, как там в народе говорят, да? Но эти копейки не надо ставить. А вот реп, то есть давайте человеку говорить, хотя при этом, несмотря на то, что он говорит, вроде бы вы уже это знали или знаете хорошо эту тему. Желательно все равно делать вид, что вы не знаете, о чем он говорит, об этой теме. Желательно создавайте настроение, создавайте атмосферу такую для этого человека, что он герой, что то, что он рассказывает, что только он об этом знает, что он лучше все знает. Дайте ему такую шесть, чтобы он так рассказал об этом, ну, как будто, ну, вы воспринимаете и слушаете его всем сердцем, всем душой. Таким образом вы создаете престиж, вы создаете почтение, уважение другому человеку. Хотя вы можете иметь свою собственную историю, знаете, как это бывает? Человек только начинает рассказывать о какой-то своей истории, о какой-то своей истории, и мы тут же перебиваем, чтобы свою подобную историю рассказать. И сказать, о, у меня тоже такое было, ой, у меня тоже такое было, у меня тоже подобное. То есть, когда мы ставим вот такие две копейки постоянно, ну, пять копейок, как мы говорим, это мы грубим людей, мы этими репликами, мы перебиваем, мы показываем уважение, и больше того, порой мы показываем даже невоспитанность. И поэтому, если мы хотим воспитать себя, и мы хотим действительно работать над собой, мы хотим улучшить себя, мы хотим победить свой, свое самолюбие и эгоизм, желательно позволить человеку рассказать все на конца, и позволить ему уже спросить, задавать нам вопросы. Или когда он закончит, только тогда мы свои реплики добавляем. Ну что ж, надеемся, что это поможет нам, действительно, надежда победы над собой, но завтра продолжим. Будьте благословены.